Меркурий прекращает ретродвижение. Новолуние в знаке Льва. Солнце переходит в знак Девы. Всё это ожидает нас на предстоящей неделе. А теперь давайте обо всём поподробнее. Неделя предстоит насыщенная. И на этой неделе предстоят благоприятные события. Как минимум, то, что Меркурий прекратит ретродвижение, может помочь вам правильно организовать свои дела, потому что меньше будет каких-то неполадок, сложностей и недопониманий. Я хочу вам напомнить, что у каждого из вас есть возможность заказать персональный бесплатный экспресс-нумероанализ, в котором вы узнаете прогноз на 2024 год и ваши личные нумерологические характеристики. Для этого необходимо оставить заявку на моём сайте. Если что-то планировать с точки зрения каких-то трат финансовых, написания документов, важных переговоров, то лучше планировать эти события после 16 сентября. Когда Меркурий прекратит движение ретроградное, это произойдёт 15 сентября, один день дать ему, скажем так, на то, чтобы он начал нормальное движение в директном положении, и уже на этот период можно планировать дела, которые требуют каких-то важных, важные дела, потому что ещё Луна будет растущей. Это очень благоприятное время. 15 сентября Меркурий прекращает ретроградное движение. Это событие благоприятное, важное, я думаю, многие из вас ждали, когда наконец-то наш Меркурий вернётся в нормальное положение. В следующий раз ожидайте его в декабре. А пока можно смело планировать дела, конечно, с учётом других астрологических событий, но, по крайней мере, меньше здесь будет каких-то неполадок, недоделок и сложностей. 15 сентября у нас ожидает новолуние в знаке Льва. Очень интересная новолуние с точки зрения расположения планет. Во-первых, это влияние на нашу самооценку. Может быть, две категории людей. Первая, которая обесценивает в ноль все достижения, а вторая, которая несоизмеримо своим достижением, наоборот, себя продвигает. В какой категории будете относить себя вы, зависит от положения вашего солнышка. Потому что это Луна у нас про ментальность, а Солнце про то, как мы работаем со своим эго. Что важно понимать? В этот день нежелательно планировать ничего важного. Этот день не для начинаний, он для очищения. Благоприятно здесь принять ванну или душ, Благоприятно убрать все лишнее, разобрать шкафы, может быть, навести порядок в делах. Благоприятно будет проанализировать ваши планы на полугодие, посмотреть, как вы двигаетесь по направлению достижения этих планов. Также этот период очень благоприятен для родовых проработок. 17 сентября нас ожидает событие, связанное с нашим солнышком. Солнце отвечает за нашу личность, за то, как мы можем проявляться в социуме. И Солнце будет переходить в знак Дева. Солнце в Деве – это какое-то такое осеннее настроение, потому что это про порядок в делах. То есть везде захочется навести порядок. Везде захочется конкретики, четкости. То есть вы можете попросить, назначить какие-то переговоры в плане профессиональной реализации и спросить, а какие мои обязанности, если нет какой-то конкретики, есть недопонимание. Или вам захочется привести в порядок домашние дела. Период для этого благоприятный. Поэтому если планируете такого рода события, смело планируйте период с 18 сентября, потому что когда 17 сентября Солнце будет переходить в знак Девы, то само Солнышко будет не в очень сильном положении. А вот с 18 сентября уже можно планировать такого рода переговоры или наведение порядка в делах. Тем более, что Меркурий закончит ретродвижение. Вот такая нам предстоит неделя. Надеюсь, информация была полезной. И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok